Девушки отдыхают В 1882 году Николай Николаевич Бинардос разработал способ дуговой сварки с применением угольного электрода, а также способ контактной точечной электросварки с помощью клещей. Инженер Славянов в 1888 году открыл способ дуговой сварки плавящимся металлическим электродом и запатентовал его в разных странах. Он создал первый сварочный генератор и автоматический регулятор длины сварочной дуги, разработал флюсы, повышающие качество наплавленного в металло. В 30-е годы нашего столетия электросварка уже широко применялась на строительстве Магнитогорского и Кузнецкого металлургических комбинатов, на прокладке первых магистральных нефтепроводов и многих других объектов. Большой вклад в развитие сварки вносит работа Института электросварки имени Патона, в стенах которого разработаны новые прогрессивные методы автоматической дуговой сварки. Параллельно с развитием сварочной науки, методом проб и ошибок, а порой и ценой человеческой жизни, сложились навыки безопасного проведения работ или правила техники безопасности, без которых не обходится ни одно современное производство, а тем более такое, как сварка металлов. Специфика сварки предъявляет особые, повышенные требования к технике безопасности, к организации безопасных рабочих мест, грамотному обслуживанию аппаратуры и оборудования. Ведь сварщика подстерегают такие опасности, как взрыв баллонов с газом, поражение электрическим током, загрязнение воздуха, ожоги и вероятность пожара от брызг раскаленного металла, повреждение глаз в результате светового излучения, ушибы, порезы, травмы при подготовке изделий к сварке. Поэтому безопасность сварочных работ всецело зависит от уровня профессионального мастерства сварщика, знаний техники безопасности, твердых навыков при их соблюдении. К выполнению электросварочных работ допускаются лица, прошедшие специальное производственное обучение, имеющие удостоверение на право производства работ и получившие вторую квалификационную группу по электробезопасности. Ежегодно проводится проверка знаний, во время которой электросварщик обязан представить образцы для испытания свариваемых стыков. Только после этого, при положительном варианте, ему продлевают удостоверение на один год. Все работы по установке, ремонту и наблюдению за электросварочными агрегатами должен производить электромонтер, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. Самому электросварщику подключать электросварочные агрегаты к источникам питания, заменять предохранители, проводить какой бы то ни был ремонт в электросварочной установке запрещено. Каждый электросварочный агрегат подключается к индивидуальному рубильнику. Проводом соответственного сечения, при этом расстояние между сварочным агрегатом и стеной должно быть не менее полуметра. Запрещено подключать агрегат непосредственно к осветительной сети или к силовой сети без рубильника. Рубильники, пакетные выключатели должны иметь надежные фиксаторы, исключающие самопроизвольное или случайное их включение-отключение. Для присоединения заземляющего провода на электросварочном аппарате должен быть предусмотрен болт диаметром 5-8 мм, расположенный в доступном месте с надписью или знаком «Земля». Запрещается использовать технологическое оборудование, металлические конструкции зданий, коммуникаций, водопроводные, топительные, канализационные стойки в качестве обратного нулевого провода. При перемещении сварочных аппаратов с места на место их необходимо отключать от электросети. Рукоятки электродержателей для ручной сварки должны быть изготовлены из диэлектрического и теплоизолирующего материала. Они должны обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания корпуса электродержателя на свариваемую деталь при временных перерывах в работе. Спецодежда должна быть тщательно заправлена. Брезентовые куртки и брюки одеты на выпуск, карманы закрыты клапанами, ботинки плотно зашнурованы. Необходим также предохранительный пояс, например, для работы на высоте в замкнутых пространствах. В сырых помещениях и на стальных конструкциях под ноги положить резиновый коврик. Перед началом работы электросварщик обязан проверить изоляцию электропровода и электродержателя. Наличие и правильность заземления корпуса сварочного аппарата, свариваемые детали и кожуха рубильника, плотность соединения электропровода с аппаратом, а также убедиться в отсутствии на рабочем месте легко воспламеняющихся веществ. Установить требуемое напряжение не более 65-70 вольт. Повышенная опасность возникает при смене электродов, когда сварщик прикасается рукой к электроду или оголенным частям электродержателя. Поэтому категорически запрещается прикасаться рукой к свариваемой детали. Запрещается также производить электросварочные работы во время грозы, под дождем или снегом. Запрещается проводить сварку на сосудах, находящихся под давлением. Внутри сосудов, которые не очищены от горючих, взрывоопасных и токсичных материалов, а также свежевыкрашенных конструкций и трубопроводов до полного высыхания краски. Выполнять работы внутри замкнутых пространств необходимо только с подручным, который должен находиться вне замкнутого пространства и держать один конец веревки длиной не менее двух метров. Второй конец должен быть надежно прикреплен к предохранительному поясу электросварщика. Работать в замкнутых пространствах при вентиляции местного отсоса. Для защиты глаз и лица от действия лучистой электрической дуги необходимо применять исправные щитки и маски, закрывающие лица со всех сторон, а также щиты и экраны, ограждающие посторонних от ослепления сварочной дугой. Для защиты органов дыхания при электросварке применяются респираторы с клапанами и без клапанов, щитки и маски с подачей воздуха. Противогазы, фильтрующие или шланговые с принудительной подачей воздуха. При работе на высоте необходимо пользоваться приставными лестницами с объемной площадкой и предохранительным поясом. В случае возникновения пожара прежде всего необходимо отключить горящий агрегат, а потом уже воспользоваться средствами пожаротушения, углекислотным огнетушителем О2, кашмой или песком. Категорически запрещено использовать пенные огнетушители и воду. Электросварочные агрегаты необходимо регулярно, не реже раза в месяц, проверять на отсутствие замыкания на корпус, целостность изоляции заземляющего и питающих проводов, следить за тем, чтобы не было оголенных таковедущих частей. После окончания сварочных работ выключить рубильник, смотать провода, проверить рабочее место и нежележащие площадки с целью обнаружения скрытых очагов загорания, а после этого убрать рабочее место. Продолжение следует...